Продолжение следует... Для розницы любого масштаба. Но все же мне бы хотелось сегодня поделиться с вами своей практикой, как в текущий месяц, прошедший месяц в апреле региональная розница отреагировала на вызовы реальности. Для того, чтобы мне быть вам максимально полезной, я предлагаю познакомиться. Я предлагаю написать город, в котором вы находитесь сейчас, и отрасль компании, в которой работаете. Так мне будет проще приводить примеры или какие-то идеи, которые позволят быть данному вебинару максимально полезным. Напишите, пожалуйста, город, в котором вы находитесь, и отрасль, в которой вы работаете. Я имею в виду продуктовая розница, сантехника, книги. Продажа детской обуви. Отлично. Продуктовая розница, супер. Косметика. Отлично. Отлично. Я смотрю и Калуга с нами, и Питер, и Москва, и смотрю, другие регионы присоединяются. И Владивосток. Здорово. Очень приятно. Приветствую Кострому. Отлично. Давайте я понемногу начну. Буду кратко, кратко расскажу о себе, поговорить, и постараемся сделать нашу сегодняшнюю встречу, которая будет длиться полтора часа, максимально полезным. По регламенту я планирую минут 50 в час на презентацию и полчаса ответа на вопросы. Повторюсь, будем говорить о том, ага, сад и огород, мы будем говорить о том, что делать в условиях текущей реальности. И отвечать для себя на вопрос, где поставить запятую. Какая же вакцина от падения продаж? Выжить нельзя умереть или выжить нельзя умереть? И Астрахань, круто. Ну, поехали. Меня зовут Наталья Антонова. Я эксперт службы профессиональной розницы Центра Максимум. Моя специализация – управление ассортиментом, закупками и продажами. В ритейле я практически 20 лет, сразу после института. Прошла путь от продавца-консультанта до коммерческого директора и директора по развитию региональной сети. Занималась и закупками, и управляла магазинами, проводила ребрендинг сети, участвовала в командах, в компаниях по оптимизации структуры магазина, розничной сети и так далее. Последние 10 лет я занимаюсь консалтингом, веду частную практику в рамках своего центра, Центра Максимум, директором которого являюсь. А также являюсь управляющим партнером Центра Командных Компетенций, который специализируется на развитии команд, командного менеджмента, технологий командного менеджмента и моя специализация – работа с торговыми командами. За последние 10 лет провела более 100 проектов в сфере FMCG по России. Территориально я нахожусь в Пензе, но сфера работы, благо интернет и технологии позволяют, работаю дистанционно, работаю по всей России, работаю с отделами продаж B2B и B2C. На слайде обозначила результаты работы, это прирост продаж 10-15-25% и увеличение прибыли в разное время от 15-20%. Эти цифры реальные, реальных кейсов, но некоторые из них покажу сегодня на практике. Обладаю профессиональными ресурсами на YouTube, канал на YouTube «Профессиональная розница», группа ВКонтакте и Фейсбуке. Буду рада, если вы присоединитесь. План нашей встречи сегодня такой. Поговорить о том, с какими вызовами мы сталкиваемся в новой реальности и как региональная розница реагирует. То есть, что мы уже успели сделать, какие конкретные шаги и действия предприняли ритейлеры и представители Хорики, которых я тоже отношу к рознице в регионах и в столице. Сфокусирую на семи моментах, которые помогут повысить эффективность за счет оптимизации или использования ресурсов. И предлагаю работать в активном режиме, составить свой антикризисный план, который поможет вам двигаться и максимально адаптироваться к условиям окружающей реальности, к новой реальности. Моя любимая фраза последних нескольких лет – это фраза Чарлза Дарвина, который говорил о том, что выживет не самый сильный и даже не самый умный, а наиболее приспособленный к изменению. Ну и выживание – дело добровольное, то есть никого нельзя заставить развиваться. Но можно поделиться ресурсами и возможностями. Мне очень приятно, что retail.ru помогает нам создавать такое пространство, где можно обмениваться опытом и поддерживать друг друга в этот сложный момент. Чтобы наша встреча была максимально полезна, если у вас есть перед глазами блокнот, либо мессенджер, где вы можете ввести заметки, я предлагаю работать по форме, да, то есть структурировать идеи, которые возникают у вас в ходе сегодняшней встречи, перевести их конкретные действия, ну и, возможно, после встречи обсудить этот план действий со своей командой, описав сроки и ответственных. Это поможет использовать правило 72 часов после получения информации и перевести идеи в действие, в реальные шаги по достижению. В своих проектах я обычно работаю над факторами, повышающими доход. И в условиях новой реальности нам жизненно важно сфокусироваться на управлении отношениями с клиентами, которые являются для нашей компании наиболее прибыльными сейчас и были в прошлом, и предположить о том, какие целевые клиентские группы будут для нас прибыльными в текущих условиях. Для этого необходимо ответить на вопрос, как изменились потребности клиентов этих групп. Ну, благо Нильсон, Инфолайн, Рамир предоставляет в открытый доступ множество исследований, и тем, кто имеет к ним доступ, тем, кто делает свою аналитику, в текущих периодов, не прошлых лет, а именно текущих периодов, держит руку на пульсе. И ориентируется, как не терять прибыльных клиентов, как удержать своих покупателей, привлечь новых. То есть сейчас замечательное время отпустить долю рынка и привлечь других клиентов, не своих клиентов, других торговых точек. Да, перед нами стоит вопрос, как бороться с оттоком покупателей в магазине. Вообще с невозможностью магазина торговать некоторые отрасли именно с такой проблемой столкнулись. И как сделать так, чтобы покупатель не уходил из определенных товарных категорий, которые являются для нашего бизнеса прибыльными. Второй фактор, который влияет на увеличение дохода, это необходимость все-таки выхода из ловушки ценовых войн и глубоких промо, но без потери трафика. В одном из мероприятий последних retail.ru Наталья Марова рассказывала о том, что одна из самых грубейших ошибок, согласно исследованию портала, это фокусировка только на прибыли, но упущение оборота, фокусировки на обороте. То есть мы фокусируемся не только на прибыльных акциях, не только на прибыльных товарах. Мы смотрим, решаем задачу удержания трафика и удержания оборота на более стратегическое. Кроме того, то, что может тянуть назад нашу составляющую прибыли, это не оптимальные, неправильные, некорректные товарные запасы. Наверняка мои коллеги на вебинарах по управлению ассортиментом говорили о том, что опираться на аналитику прошлых лет сейчас нереально. Сейчас очень большую роль играет управление оперативное и способность к исследованию потребностей трендов, текущих трендов и быстрого реагирования. И в том числе адаптирование системы товарных запасов и работы с излишками неликвидами, оперативной работы. Ну и, пожалуй, максимально важная история, на которую необходимо обращать внимание вне зависимости от отрасли, это то, как изменился покупательский опыт и максимально быстро адаптироваться к изменению потребления и стиля покупок. Кроме того, максимальные мои пожелания, да, это стоп-паника и непродуманные решения. Кроме того, сфокусироваться на возможности командных эффектов, которые позволят достигать контрастных результатов и синергии. Про что это я? Это про ресурс торговой команды, команды магазина, команды сети, а также возможности коллаборации с внешней средой, с поставщиками, с партнерами, с коллегами. Вот на слайде я привожу пример коллаборации в рамках группы компаний, в рамках холдинга, где каждая единица является отдельным бизнес-единицей. Это пензенская компания, пензмаш, производственное предприятие, это гриль-бар Крафт, это оптовая компания Мир Пива и гастроном Центральный. Так вот, в рамках этого холдинга замечательно отреагировали ресторан и универсант Центральный. Крафт начал доставлять, гриль-бар Крафт, доставлять, организовал доставку блюд по меню. Плюс у них совместная доставка. Вот, это вот буквально после того, ну, первые дни, как изменилась реальность, когда мы не смогли ходить в рестораны, ресторан работает на доставку и очень активно ведет себя во внешней среде. Я как раз на примере, на примерах этого компании, этого группы компаний покажу, примеры коллаборации чуть позже. То есть, компании вне зависимости размера находят ресурсы. Давайте их искать вместе. Каковы же вызовы современной реальности? Ну, не секрет, что современный мир изменчивый, неопределенный, и уровень неопределенности в последние несколько месяцев, он повышенный. Кроме того, мир настолько сложный, что прогнозировать какие-то конкретные истории, да, и варианты событий очень сложно. Да, он сложный. И здесь мы используем несколько вариантов сценарного планирования. Кроме того, наш современный мир, который называется ВУКО-миром, настолько противоречив, что очень сложно принимать однозначные решения. А факторы, влияющие на нашу компанию, на рынок, на государство, их множество. И в каждый момент времени то, какой фактор влияет больше, очень сложно предугадать. Вот с такой реальностью мы сталкиваемся. Плюс, если говорить о региональной рознице, то, скажем так, борьбу за покупателя и столкновение с более технологичными федералами никто не отменял. Да, то есть это реальность, в которой живет региональная розница. Кроме того, что мы видим еще? Мы видим еще, что мы не можем планировать в долгую. Горизонт планирования упал с годовых показателей на месяц. Многие компании, в том числе и в рознице, перешли на удаленку. Особенно те, которые, те компании, те торговые точки, которые расположены в торговых центрах и где торговые центры закрыты. С чем мы столкнулись? С тем, что мы вынуждены оптимизировать потери и затраты. Мы не всегда делаем это осознанно и опираясь на реальность и потенциальную возможность. Кроме того, нам очень быстро приходится осваивать новые продукты, новые каналы сбыта. И максимально, особенно маленькую розницу, максимально скоро уходить в онлайн, переходить в онлайн. И, пожалуй, один из самых таких серьезных вызовов, который связан с результативностью, это перегруппировка работы команды, команды магазина, команды компании. То есть мы фактически правила игры в условиях новой реальности, где часть компании в удаленном, часть работает на выдаче, на складе. То есть мы формируем эти правила и нормы с колес, что называет определенную сложность. Что в текущих условиях наиболее значимую информацию обладают такие отчеты. Это мы хотим знать посещаемость и продажи по часам, по дням, недели. Нам важно знать структуру, сумму и состав чеков, которые значительно выше среднего. То есть, допустим, если ваш средний чек 350 рублей, стоит расшить те, которые выше, максимально выше. Ну и посмотреть чеки до 300-350, то есть те, которые можно дотянуть. И смотреть не только структуру, сумму и состав, а смотреть покупательскую корзину и что с чем покупает опыт целевых групп клиентов. Это очень важно. Почему? А потому что позволит нам понять, как изменилось введение покупателей в реальности. Не додумывать, а видеть конкретные цифры. И технология принятия решений на основе цифровых данных в менеджменте носит название Data Driving Technology. Она очень популярна, принятие решений на основе показателей. Очень популярна в России и за рубежом. Для того, чтобы структурировать идеи, я предлагаю воспользоваться предложенной котлером идеей маркетинг-микс, такой, как 7Пи. Вот со слайдом какие-то у меня сложности. Заминочка вышла. Сейчас, секунду, я выйду из указки, наверное, поэтому. Предлагаю использовать маркетинг-микс. Так, вот. Так, возникли небольшие сложности у меня. Сейчас попробую разобраться. Елена, вы мне можете помочь? Нет. Спасибо. 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 Так, ну, небольшие проблемы с презентацией. Сейчас я попробую их каким-то образом устранить. Во, отлично. Сейчас мы... Вот, да, вернусь к методам. То есть я предлагаю структурировать методы работы со своей торговой точкой компании по методике Котлера взять за основу 7P. В этих 7P большую роль играет продукт, тот продукт, которым мы торгуем. Ну, и первый список рекомендаций, которые я составила для того, чтобы как-то двинуться, это первое, это корректировка ассортимента. Его необходимо скорректировать и диверсифицировать. Связано и не связано. Связано здесь мы как раз смотрим, что мы можем предложить своим целевым клиентским группам, исходя из изменившегося потребления и способа покупок. Не связано это как раз из других бизнесов. Здесь гораздо сложнее, но тоже возможно. Идеи покажу. Обратить внимание на локомотивные позиции, которые тачат за собой основные продажи. Причем лучше это сделать в каждой клиентской группе, целевой клиентской группе. То есть не только сплошной по магазину, а по клиентской группе. Посмотреть, что берут с этим локомотивом еще. Рекомендую вводить новинки, передвинуть менее срочные и менее выгодные проекты на не сезон, спланировать долгосрочные проекты, которые помогут перекрыть текущий спад не сезон, и закрыть сделки на более длинный временной период. То есть не бояться брать в работу длинные сделки с целью получить выручку и прибыль чуть позже, а возможно предоплату сейчас. Кроме того, мы акцентируемся на стабильных позициях в ассортименте проверенных и ищем клиентов, у которых наоборот высокий сезон, и делаем предложение им. Ну или ищем возможности показать другие способы использования продукта. Как это выглядит? Давайте посмотрим на конкретных примерах. На слайде вы видите ассортиментное предложение магазина «Леонардо». Это магазин, который на настоящий момент работает в торговых центрах. Основное – это товары для творчества и хобби. Ну вот они свою товарную категорию, включили в свою товарную категорию забота, включили маски, уже готовые. Набор масок «Сделай сам» в двух вариантах. И прикольные антибуки, салфетки, влажные салфетки, назвали их салфетки для очистки совести. Да, они, ну скажем так, они выше по стоимости, чем на рынке, ну вот во всем рынке. Но позволяют компании увеличить свой средний чек и сохранить свой оборот за счет товара, который нужен. Что еще? Подсмотрела этот пример, он незадолго до кризиса. В Москве, в Азбуке вкуса, наличие товаров, лекарственных средств, которые можно торговать в рознице, продуктовой рознице. Вот небольшая стойка, и с моими клиентами мы нашли местного, нашего местного производителя лекарственных форм, компанию «Биокор», которая предоставляет вот три, кстати, лидера фармрынка, в топ-10 он уходит поставщиков фармрынка России и ближнего зарубежья. Работает сейчас, в настоящий момент, с продуктовой розницей, предоставляет лекарственные формы, вот, эхиноцея, пустырник, валерьяна, наиболее востребованные. Плюс у данного производителя есть клевая линейка товаров здорового питания, масла, крупы. Ну то есть есть что еще предложить рознице. Вот, продукт востребованный занимает небольшую площадь в торговом зале. Вот те клиенты, с которыми мы сейчас вели это, в продуктовой рознице, они довольны. В принципе, ну, можно подумать, где еще это можно применить, вот эти товары. Когда с «Биокором» обсуждали уже, как с другим моим клиентам, эту историю, да, с производителем, мы нашли новую нишу сбыта, у них есть товары для производителей, то есть они могут поставлять часть своих БАДов в производство в пекаре. То есть нашли новый канал сбыта, и это здорово. Вот, приятно, что компании могут в рамках даже одного региона, могут быть полезными друг другу, вот, помогать, справляться с текущей ситуацией. Что еще? Что у нас еще? Вот компания, которой я упоминала, ресторан «Крафт», да, предложил доставку, да, это здорово, это клево. Причем они предложили доставку ресторанных блюд, это раз, а во-вторых, предложили доставлять продукты, рецепт, и с возможностью приготовить это дома. Вот, активно наблюдаю за страничкой «Крафта» в Фейсбуке, и за отзывами клиентов, которые пользуются тоже вот в Фейсбуке, клиенты довольны, то есть, да, в регионе доставка стартанула, да, многие компании ритейла предлагают, но «Крафт» предлагает достаточно креативные такие моменты, вот «Готовим дом» очень интересные. Это позволяет, с одной стороны, не терять продажи, да, то есть, и задействовать сотрудников ресторана в тот момент, когда сам ресторан не работает, а с другой стороны, это позволяет иметь четкую связь с клиентом, очень прочную связь. Мне нравится, как они поступили, мне нравится их кухня, мне нравится их подход. И вот то, что они начали с гастрономом центральным делать совместную доставку – это тоже здорово. Почему? Потому что у них общий клиент, ну, на 80% клиенты пересекаются, это их целевые, и показать лояльность – это здорово. Признаюсь, я к этому руку приложила, но мне приятно видеть быстрые перемены, это здорово. Что еще «Крафт» придумал? Напоминаю, это ресторан. Они предложили новые товары, например, чай и кофе, там по несколько позиций, вот на слайде вы видите, сделали пасхальную корзину совместно, это партнерская история, вот с кондитерской студией Татьяны Апаровой и Flower Lab, небольшим предпринимателем, они сделали пасхальную корзину с доставкой, опять же, да, плюс блюда на большую компанию, на слайде вы тоже видите. Что еще? То есть там были маринады для шашлыков различных видов мяса, мяса и птицы, ну, то есть ресторан работает креативно. Вот, молодцы. То есть я думаю, что опытом можно воспользоваться. Добавили новые товары, сдали партнерские акции. Приведу другие приемы, которые позволяют задействовать основной ассортимент. Компания называется «Пироговый дворик», это Питер. Это кафе-пекарни с собственным производством, и мы с ними начали работать в начале этого года, ну, то есть основной, новый тур работы, тогда этого работали несколько лет. Пришли к чему, с чего начали в этом году, увидели падение трафика и снижение продаж в отдельных точках, снижение среднего чека. Начали разбираться, почему. Провели экспресс-аудит показателей этих точек, проанализировали матрицу, отмониторили работу продавцов кассиров. Стало понятно, что сотрудники не используют потенциал ассортимента в области допродаж, то есть потенциал увеличения чека 100-500 рублей. В командной работе, с командой развития, мы описали аватары гостей, составили ценовые сегменты этих аватаров, они были достаточно подробные, и для каждого аватара прописали ассортимент для допродаж, который был составлен на основе аналитики опыта работы в пекарне под каждую ценовую клиентскую группу, целевую клиентскую группу с учетом цены. Плюс провели обучение продавцов и администраторов. Это позволило нам в период спада удержать прирост среднего чека в размере 5%. Еще покажу, как пироговый дворик сейчас реагирует на текущую реальность. Также приведу пример, который мне очень нравится, пример моих клиентов, с которыми мы работали по системе категорийного менеджмента, это магазины «Планета Земля», которые являются частью производственного холдинга господина Тотского, Олега Тотского, который производит натуральные фермерские продукты. В Пензе они находятся у нас. У нас два небольших супермаркета, но данный магазин, работает в интернете, буквально за последние два месяца они активно осваивают эту площадку, делают доставку. Чем интересен данный пример? В каждой товарной категории порядка 60% товаров собственного производства, в том числе в рыбе, в хлебе, в овощах, ну, то есть там кулинария, то есть очень много продуктов, молочная продукция, сыры, мясо, произведены именно в фермерском хозяйстве Олега Тотского. Ну и вот один из ответов на кризис, да, вот на изоляцию, овощной набор для щей. Там вот несколько вариантов овощных наборов в вакуумной упаковке. Да, они клевые, они классные. Позволяют сэкономить время тех, кто работает на дому. Доставляют, активно осваивают социальные сети во взаимодействии с клиентами. В общем, мне нравятся, молодцы. Можно сказать, что молодцы, молодцы. Следующий блок, на который я хотела бы сфокусировать внимание, он связан с работой с товарами. Это работа... Да, вот почему хотела остановиться на нескольких кейсах, да. Зачастую небольшая розница не обладает автоматизированной... Сейчас, есть слайд? Елена, не видно слайда, к сожалению. Есть, все, отлично. Замечательно, спасибо. Это у нас реальность меня испытывает, я так думаю, но не суть. Небольшая розница очень часто не обладает объективными, точными данными, автоматизированными данными по позиционному наличию товара. Говоря о том, что, ну, мы маленькие, мы и так умеем, мы и так можем учитывать. Вот. И несколько моих клиентов из разных отраслей, ну, видите на слайде, да, это разные отрасли, это электроника, и товары для дома и для сада, для дачи, строительные материалы. Несмотря на небольшой размер компании, небольшой... Не видно. А сейчас? Мне очень жаль, что не видно. Так, вот, меня видно, да? Все, отлично. Вот. Ага, спасибо. Вне зависимости от масштаба интернет-сервис «Мое дело», который предоставляет бухгалтерию онлайн, автоматизирует еще товарно-статковую счет. Для небольшого бизнеса это тоже здорово. Он позволяет, этот сервис позволяет сократить издержки на бухгалтерию, там порядка, ну, стоимость услуги порядка тысячи рублей, тысяча-полторы. Ну, и вот на данный момент есть клевое предложение, грант, который сама компания «Мое дело» выдает в рамках денежной компенсации своим клиентам стоимостью услуг. Мои клиенты довольны вот той программой и поддержкой партнеров. Вот. За счет данного ресурса. Я думаю, что сейчас у многих компаний, которые работают с розницей, есть партнерские программы, которые помогут оптимизировать работу. То, что касается цены. Простите. Могу сказать так. Вот на данный момент моя четкая позиция, что ценообразование... А сейчас видно? Вот, вроде... Елена, ну, вот коллеги пишут, что вроде ок, попробуйте перезагрузиться. Мне очень жаль, что так получается. Ценовая история, да? Она моя четкая позиция, что ценообразование должно базироваться на, во-первых, ценовой стратегии, плюс эта стратегия формируется на конкретной базе данных, на ее аналитике. Это первая позиция моя. Вторая позиция. Персональные ценовые предложения помогают управлять эффективностью промо-мероприятий и управлять возвратом в товарные категории. Здесь я рекомендую создавать персональные предложения и создавать разные ценовые пакеты. Пытаться корректировать падение спроса различными ценовыми предложениями и специальными тарифами для определенных групп клиентов. Использовать возможность селективного выборочного ценообразования и использовать технику предварительных продаж. В следующих кейсах я вам покажу, что это значит. В качестве примера возьму компанию Commandor. Она мне очень нравится. Их подход к акционному предложению. Во-первых, их акционный каталог нужные скидки. Это выбор товаров, выбор товарных категорий и выбор мест предоставления скида. То есть это связано с локацией каждой торговой точки, с тем, в какой конкурентной среде находится та или иная торговая точка. Они сделали ставку на фреш, на фреш категории, на фрукты, овощи. И плюс, да, да, давайте, наверное, я попробую без камеры. Главное, чтобы слайды видно. Хорошо? Вот. И плюс кондитерские изделия тоже, да, вошли. То есть они предлагают попробовать. То есть одна история. Другая история, то, что в данной компании широко используется аналитика данных и анализируются конкретные клиенты, изменения их потребительской корзины и строятся гипотезы о том, можно ли вернуть клиентов в товарную категорию. Сейчас видно слайд? И их персональные акции помогают, персональные акции, персональные коммуникации помогают выбирать потребителю конкретный бренд и конкретный товар. Давайте я попробую сделать... Сейчас видно? Я попробую перезагрузиться. Слайды видно? Магните, пожалуйста. Да, спасибо большое. Кроме того, персональные... Спасибо. Юлия, мне жаль. Использовать силу бренда для увеличения среднего чека как товарной категории, так и среднего чека магазина. Этот кейс описан в одном из каталогов кейсов retail.ru. Замечательно описан, можете посмотреть. Если кому интересно, напишу какой-то каталог кейсов. Там здоровское описание, все подробно описано, как они это делают, какие гипотезы выдвигают, как экспериментировали. Другой пример игры с ценой. Кафе, которое расположено на фудкорте одного из торговых центров, называется Месье Пельмясов, производит пельмени и полуфабрикаты. Так как торговый центр... Слайды не видно. Мне очень жаль. А так видно? Видно слайд? Отлично. Юля, вы знаете, я думаю, что вы в любом случае получите запись, и можете посмотреть слайды. Я в любом случае проговариваю ту информацию, которая изображена. Если нужно, пришлем вам еще и презентацию, чтобы вы могли ознакомиться. Спасибо. Что делает Месье Пельмясов? Торговый центр закрыт. Ну, соответственно, фудкорт закрыт, а трафика нет. Активно работают с интернет-аудиторией, через соцсети и свой сайт. Запускаются новые акции, которые позволяют загрузить производство, и клиентам, которые покупали, и раньше они покупали домой, да, и покупали на фудкорте. За счет таких акций, допустим, купи 3 килограмма пельменей, вареников, хинкали, равиоли, голубцов и котлет любых, получи 1 килограмм любых полуфабрикатов в подарок. В принципе, для режима изоляции клевая акция. Она позволяет загрузить производственные мощности компании и приучить к потреблению своих продуктов дома. Почему нет? Ну, хотя бы так, да. Вторая, третий уже, да, третий Плейс, да, это креативное использование каналов движения для общения со своей целевой аудиторией. Ну, соответственно, мы идем к своим клиентам, если они не идут к нам. Это доставка, да, то есть многие компании, причем из непродуктового ритейла, это зоосети, сети Ветклиник, они активно демонстрируют доставку, возможность доставки и возможность приезда врача из Ветклиники НАДО. Мне очень понравилась идея создания онлайн-пространства, онлайн-виртуальных комнат. Это тоже здорово. Да, это денежная затрата, но, возможно, какие-то бренды, производители уже идут на это и необходимо использовать. Вот, возвращаясь к пироговому дворику. Да, тоже рассказывала буквально в самом начале о кафе-пекарнях. Они расположены буквально в каждом районе Петербурга. И до самоизоляции и кризиса у них был сайт, да, была доставка. Ну, во-первых, они сократили время доставки. Вот, ну, то есть, вернее, поменяли вообще сам режим доставки. То есть сейчас они работают от заказа 60 минут, а раньше они приезжали в обусловленное время во временном интервале. Обращаю внимание, что поменялся их продуктовый набор, ну, то есть ассортиментное предложение. И большую часть, ну, большой уклон стал на готовые обеды, на готовую продукцию. Да, у них своя фабрика-кухня, и питерские обыватели, привыкшие обедать в их кафе-пекарнях, могут заказать домой или в офис. Кроме того, расширили ассортимент собственного производства, стали выпекать хлеб, пирожки в большом количестве, сделать макаронные изделия, фирменную кулинарию и замороженные полуфабрикаты, замороженную продукцию. Вот, пока данных по продажам нет, но мы надеемся, что в этот месяц не будет хотя бы падения, не будет. Такие у нас ожидания. Вот, еще очень интересная история регионального лоукоста на рынке доставки еды, так себя позиционирует EatHit компания, которая работает на рынке Саранской и Пензы. Собственник активно делится своими кейсами в социальных сетях и говорит о том, что, о том, что, если раньше на рынках регионов, это рынок доставки, ну, практически большая часть занимала пицца и роллы, это средний чек 700 тысяч рублей, сейчас это дорого, да, это дорого. И EatHit вышел, он уже до этого развивал ассортимент собственной кулинарии, но он вышел с предложением среднего чека 400-600 рублей. В этом сегменте нет конкуренции, но тяжело быть рентабельным, сводить экономику. Вот на слайде вы видите, как изменились продажи буквально за несколько дней, за счет чего такой стабильный рост и довольно-таки, скажем так, стабильное развитие в плане рентабельности, что позволяет этой компании добиваться таких результатов. Во-первых, они ввели эконом-сегмент позиций. Видите, да, на слайде сосиска с картофельными дольками за 79 рублей. Запустили полуфабрикаты на своем производстве, пельмени с куриным фаршем всего за 140 рублей, да, блинчики с мясом за 180 рублей. Организовали производство масок, небольшое производство тканевых масок, но они их не продавали отдельно, они их продают только вместе с заказом. Да, маска не дешевая, но зато их клиенты всегда с масками, они получают основной продукт дешевле, ну и имеют вот такую преференцию на возможность купить маску, когда в аптеках не было. Сейчас, к счастью, они появились. Они очень активны в интернет-маркетинге, у них постоянные акции в соцсетях, точечные таргетированные акции, но это не то, чтобы, как сказать, ну вот такой хаотичный спрос. Они вот этот вот растили несколько месяцев, там чуть больше 9 месяцев с момента своего открытия. Вот, и сейчас более 50% заказов происходит через дидирект в Инстаграме. Они имеют две торговые точки на рынках города, но сейчас это, ну, ни о чем, на самом деле, реализация. То есть они в основном на доставке. Сделали подарки для детей, и если есть ребенок, при заказе это отмечается, получаете десерт абсолютно бесплатно. Да, они урезали косты и фонд оплаты труда, и договорились одним из местных складов, который подарил десятки килограмм картошки и других овощей, у них она просто бы исполнилась, а те ее переработали. Вот, ну вот такие меры приняли лоукостеры на рынке доставки. Да, тоже они имеют место быть. Молодцы ребята, причем это ребята молодые по возрасту до 30 лет, такие 30-летние активные ребята, молодцы. Если мы говорим о продвижении промоушен, уже несколько раз упоминала, что важно создавать, помогать людям создавать новые домашние привычки, особенно для тех, кто привык проводить большую часть не дома в офисе, а сейчас вынужден находиться дома. Активно развивать сегмент B2B, стимулировать к созданию запасов по специальным ценам с помощью программ специального сервиса. Искать другой сегмент, покажу чуть позже кейс по поиску сегмента. И несколько компаний, сантехники и товаров для ремонта на протяжении нескольких лет и реакции на последний месяц. Покажу, как компания выходит из ситуации, когда не может торговать в торговом центре. Создание обучающих предложений и программ для постоянных клиентов. Один из моих клиентов – это оптовая розничная компания «Портной» и магазин «Мастерицы». Они проводят онлайн-мастер-классы для своих мастериц, для своих клиентов в режиме онлайн. Они делают онлайн-галереи изделий своих клиентов. Это очень здорово. Разыгрывают призы в соцсетях. То есть постоянно находятся в контакте с целевой аудиторией. Показывают случаи, когда можно купить какой-либо продукт для особого случая в своей частной жизни. Пользуются ресурсами партнеров. Создают различные фишки, достопримечательности, которые помогают клиентам работать. Кроме того, создают «Комфорт» и онлайн. Я завтра жду от них доставку. Они в магазине не торгуют, они работают онлайн через свои соцсети. Жду от них пряжу. Буду плед вязать. Они меня приучили к творчеству. Что еще? Коммуникация. Маркетинговые коммуникации. Вот на слайде вы видите слева это отель «Меркури» в Саранске. Антисептики и дезинфекторы. Дезинфекторы, которые говорят о том, что мы надежны, да, и мы позитивны. Леруа Мерлен показывает, как экономит время клиентов. В 24 на 7 можно заказать товары на сайте и получить доставку при заказе от 2000 рублей. Мой любимый Питер и кофейня, цветочная кофейня при покупке кофе на вынос дарит маску. Клево же, да? Это забота, которая сейчас очень важна. Покажу другой прием коммуникации. Это цветочный магазин Юлии Самариной. Называется «Цветочный дворик». Есть торговая точка, фактически, которая сейчас не может работать, но в силу того, что центр, в котором она расположена, торговый центр закрыт. Но Юлия активно везет свою деятельность в социальных сетях и предлагает новые услуги. Вот, например, одна из последних – это «Цветущий балкон». Она предлагает сделать с ее помощью заказать саженцы многолетних растений и оформить «Цветущий балкон». Цены там абсолютно смешные. Перед Пасхой ввела новые товары, свечи из вощины. И предложила… Основной у нее вид деятельности – это букеты, да? Букеты к событиям. Предложила многолетние растения к Пасхе. Вот была серия постов, когда она рассказывала о том, какие пасхальные… Какие цветы традиционно являются пасхальными в различных культурах. Вот. И… Ну, то есть там была составляющая заботы, информирование и создание уюта. И вот потребность в прекрасном, в том, чтобы что-то делать руками, украшать свой дом, делать его уютным, в режиме самоизоляции она обостряется. Юля этот тренд поймала. Вот. Дворик цветов – молодцы, да? То есть вот… Да, она может делать букеты, не вопрос, да? То есть там и доставлять их, она их может дома делать. Но вопрос, что сейчас бюджеты, ну, у семей, не у всех семей позволяющие, а, скажем так, купить саженцы на свой балкон там в пределах 300 рублей можно, потому что это клево, и украсть свой дом, свою крепость. Что еще, да? Блок, который… На который я хотела бы тоже сделать акцент – это персонал. Это то, как мы можем вовлечь и замотивировать людей, которые у нас работают или вынуждены не работают. Если мы работаем, да, если мы работаем, то принцип такой – это оплата за результаты и оплата компанией дополнительного соцпакета. Ну, например, у нас полис ДМС, дополнительного медицинского страхования. Возможность бесплатно питаться в столовой организации. Места для детей и сотрудников в корпоративном детском саду. Оплата дороги к месту отдыха или работы, ну, туда-обратно. Скидки на собственную продукцию, услуги и тому подобное. Вот, это те меры, которые могут помочь компаниям выстоять. И это забота о сотрудниках. Теперь следующий такой момент, который я хотела бы до вас донести. Это модель построения и формирования команды. Это модель 5F. Автором ее является Максим Долгов, мой коллега по Центру командных компетенций. Почему я хочу об этой модели рассказать? Потому что описанная модель 5F позволяет увидеть команду компании, проекта, отдела, как систему. И понять, за счет чего можно усилить эту систему, эту команду, этот проект. Есть пять составляющих. Это внешняя среда, которая состоит из возможностей и угроз. Это цель, которая должна быть амбициозна, превышать ожидания, согласована внутри команды и спланирована с командой ее достижения. Это лидер, который координирует работу состава, мотивирует, воодушевляет. Это стиль его взаимодействия, который соответствует задаче и текущей ситуации. Его лидерские компетенции и коммуникативные компетенции. Состав – это сотрудники управленческой команды или команды магазина, которые разделяют и понимают цели текущие, инициативно проявляют навыки, поддерживают лидера поведением на задачу, на результат. Это взаимодействие, то есть то, каким образом мы взаимодействуем. Вклад всех членов команды приблизительно одинаковый, эффективность растет в цифре, потери снижаются, в том числе и временные потери. И позитивность в работе. Это математическая модель, у которой есть возможность показать математическую модель текущего состояния вашей команды, вашего магазина, вашей компании. И на основе этой модели скорректировать действия по развитию как команды в целом, так и каждого члена команды. И это про то, что мы можем из группы людей за счет формирования команды и командообразования выйти на высокую продуктивность, на эффективность взаимодействия и на финансовую эффективность. Вот это мне очень важно для вас донести, потому что за оперативной суетой, за паникой мы теряем стратегические возможности и фокус движения. И если говорить о том, что делать конкретно, ну, если мы говорим про вас, как про лидеров, ну, вот фраза Артемия Лебедева не потеряла актуальности, я не буду ее произносить. Ну, думайте сами, решайте сами, выживать – это добровольное решение, добровольная задача. Но если вы здесь, я уверена, что вы готовы не только к выживанию, но и к развитию. Я предлагаю оценить все-таки потенциал и актуальное состояние своих команд и проектов и понять, что можно исправить, что можно скорректировать. То, чем пилу сейчас, мы готовим программу развития себя как эффективных руководителей и лидеров, способных к применению распределенного лидерства. Это лидерство под задачу, когда каждый член команды может на определенной задаче быть лидером. Мы можем сформировать цель на момент окончания режима изоляции и описать, какое качественное состояние нашей команды, команды магазина, проекта, компании мы хотели бы увидеть. Это очень важно. Почему? Потому что это дает ресурс и помогает сформировать устойчивые конкурентные преимущества. На примере кейса небольшого магазина хоз товаров, магазина завхоз, расположенного в торговом центре, собственник пришел с запросом на расширение своего бизнеса за счет расширения ассортимента торговой площади. Мы с ним проанализировали конкурентную среду и поняли, что идти с пистолетом на Леруа Мерлен, на танк, ну, это нереально. И выбрали стратегию быть сильным там, где необходимо, где это позволено. С чем мы встретились с клиентом в ходе работы? На слайде вы можете увидеть болевые точки, да, в той или иной мере они выражены во многих компаниях, вне зависимости от сферы. С чем он ко мне пришел? Тренд на падение дохода и товарооборотов практически минус 20%, 19%, трафик падал ежегодно на 11%, средний чек на 13%. Имеющиеся 200 метров использовались нерационально, выкладка хаотична, понять, что где лежит, о чем магазин, вообще непонятно. Даже позиционирование считать невозможно. То есть непонятные торговые площади, неднятные вообще абсолютно. Излишние запасы при низкой оборачиваемости в полтора раза выше нормы. Неликвидов на 600 тысяч рублей, но это практически две трети месячной выручки. У него постоянно заморожены. Проблемы с ассортиментом и классификатором, но там, где и проблемы, там и ресурсы. То есть классификатор неудобен для анализа. Он сделал по поставщикам, а не по товарным категориям. Но мы увидели, проведя опрос, что 74% покупателей, постоянной, для нас это было очень важно. То есть и погрузившись в анализ портрета розничного клиента, мы увидели для себя новую целевую группу, для которой мы не делали товарного предложения. 28% покупателей этого магазина – это женщины. И, соответственно, когда мы посмотрели целевые клиентские группы, но вот на слайде вы видите, к сожалению, получилось только так сегментировать, но для нас они были очень показательные. Мы видим несколько целевых клиентских групп, розничные покупатели и покупатели со скидкой, которые в совокупности составляют 74 с небольшим процентов, но у них разный чек. Розница со скидкой, видите, в три раза больше, чем обычная розница. Ну и количество тех, кто обладает скидкой, их небольшое. Ну, соответственно, практически 80%, даже 84% клиентов – это розничные покупатели. Но есть локальные конкуренты, которые 6,73 долю выручки имеют, и они были выбраны нами для ликвидации как раз излишков и неликвидов. Локальные конкуренты – это палатки на рынке, то есть по которой стоят на всех подходных трафиках к этому торговому центру и являются лобовыми конкурентами. Но у этого конкурента есть одна особенность, которая играет нам на пользу. Эти палаточники, да, они имеют неосторожность перепродавать сантехнику БУ. И поэтому это их слабое место. Собственник компании «Завхоз» так не работает, ему доверяют. Кроме того, вы можете заметить, что у данной компании был один конкурент оптовый, конкурент-клиент оптовый, который является его лобовым конкурентом по одной из ведущих товарных групп сантехника. Данная компания не работала в сегменте эконом. Компания-конкурент у моего клиента был хороший контракт в этом сегменте, что позволило ему продавать своему лобовому конкуренту. Немного, но все же, да. И был массив небольшой корпоративных клиентов. Мы посмотрели, кто эти, что это за компании. Разбили на группы и подгруппы по отраслям. И вот начали точечную работу с корпоративными клиентами. Другая группа, которая для нас была интересна, это прорабы. Вот вы видите, вы видите прорабы. Их было немного. Но нас заинтересовал их средний чек и периодичность закупок. Их доля была 10% выручки практически. И одна из задач, которую мы решали на тот момент, это был 17-й год. Увеличивается количество закупок прорабов, количество клиентов на 5% в месяц. Мы собрали базу прорабов региона и делали им точные персональные предложения. И сейчас получилось так, что прорабы на данный момент и розничные покупатели со скидкой, обладатели дисконтных карт, это порядка, на данный момент 15%, если брать по цифрам, остались нашими основными покупателями. На данный момент застряли мы с реализацией сайта. Не можем закончить, но в силу определенных финансовых причин. Но можем работать активно с прорабами и с розницей за скидкой, где у нас есть данные по клиентам, есть контакт. И, соответственно, торговая точка на данный момент закрыта, мы работаем онлайн. Грузики осуществляем, доставляем именно этой категории людей, к которым мы можем делать персональные предложения. В этом для нас очень большой ресурс. Что же мы сделали? Мы, во-первых, оптимизировали ассортимент и четко использовали преимущества локации и фокусировки на целевых клиентских групп. Все это у нас называлось, ну вот, магазин-завхоз. Все это надежного хозяина, как дома, так и офиса, так и компании. На данный момент мы развиваем несколько уникальных направлений и формируем новую модель формата, бизнес-модель формата торговли. Это вот наша задача на текущий год. На 2017 год была задача хотя бы не падать, удержаться на уровне 2016. Ну, мы избавились от висеков, определили норму оборачиваемости, стали отслеживать еженедельные остатки. Фокус был сделан на закупку товаров с большой оборачиваемостью еженедельно, на то, чтобы не морозить средства. И это позволило нам в определенные моменты вложиться в сезонный товар, за который нужно было платить где-то предоплатой. Мы поработали с классификатором, с ассортиментом под целевую группу, под женщин, ввели новинки сезонного и базового ассортимента, провели обучение продавцов, технологии продаж. Ну, и вот показатели эффективности – это рост, да, прибыль на 20%, выручку на 4 с небольшим, проходимость чуть меньше процента, и средний чек на 4%. И на следующие годы у нас был заложен прирост плюс 5, плюс 7. Ну, по этому приросту мы идем, там, в среднем мы ее выполняем, где-то западаем, но вот в 18-19 год мы отторговали с приростом плюс 7 ежегодно. Да, это клево. Да, не позволяет стартануть больше, но мы сейчас на данный момент работаем на стратегию нового бизнеса, новой бизнес-модели. И если подвести итоги, да, подводя итоги нашей сегодняшней встречи, я бы выделила несколько блоков, которые нам помогут быть эффективными в современных условиях. Это неценовая конкуренция, работа с позиционированием, ассортиментом, мерчендайзингом как способом продвижения товара и работы с целевой аудиторией. Это диверсификация сервиса, вовлеченность сотрудников и покупателей, это использование персонализированного ценообразования, персонального промо и ценностных предложений при работе с покупателями, при управлении коммуникациями и отношениями с покупателем. И реанимировать, оздоровить ассортиментный портфель, его ценовую архитектуру, фокус на недопущение излишков и неликвидов и анализ эффективности промо с фокусом на персонализацию. Фактически у меня по презентации, по докладу все, да? Я хотела бы попросить вас уделить несколько буквально минут осмыслению того, что вы услышали и написать в чате несколько пунктов, что вы вынесли для себя, то есть что ценного в нашей сегодняшней встрече вы получили. Какую-то идею, какие-то мысли. Может быть, возникли вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну и пока вы пишете, вот на этом слайде есть метафора, метафора всем известного мультика «80 дней вокруг света». Тут несколько групп персонажей. Это мистер Фикс, у которого всегда было три плана. Я вам искренне желаю, чтобы у вас было несколько планов. И команда «Паспарту», которая оперативно реагировала на все нежданчики и достигла своей цели, обогнула земной шар за 80 дней. Да, отличная идея искать партнеров, у которых высокий сезон сейчас. Да, вот об этом стоит подумать. Знаете, я в этом направлении, чтобы вам было легче думать, могу посоветовать такой инструмент, как ромашка левитаса. Когда в центр ромашки в ядро закладывается, составляет сначала ромашка вашего бизнеса, зачем к вам приходит покупатель, а как лепестки составляются бизнесосмежники. Да, то есть какие смежные потребности удовлетворяют бизнесосмежники. Это первая история по левитасу. Другая история по левитасу, у него есть такая модель бизнес-предтечи и бизнес-последователи. То есть это предтечи бизнеса, которые нам передают клиентов, а последователи, которые мы передаем клиентам. Ну, например, если мы... Да, в центре ромашки ответ на вопрос, какую потребность удовлетворяет наш ассортимент. Этих ромашек может быть несколько для одного магазина. Ну, если мы товары раскладываем, да. Вот, дальше. Так вот, бизнес-предтечи и последователи, они удовлетворяют немного другие потребности, нежели мы. То есть одни бизнесы готовят нам клиента, а другие мы передаем. Мы можем... Да, запись будет. Мы можем откусить, ну, если мы можем, да, вот у этих бизнесов. Сейчас я пример модели этой приведу клиентской. Допустим, мы продаем автомобили, да, то есть мы являемся автосалоном. Бизнесом-предтечей для нас являются банки. То есть те организации, которые выдают кредиты, да, на покупку авто. А последователями бизнес-предтечей являются автосалоны, магазины автозапчастей, автозаправки и так далее, и так далее. Возникает вопрос, как мы можем откусить у этих бизнесов клиентов. Ну, какую потребность своих клиентов мы можем удовлетворить своим бизнесом. Вот. Если зададите вопроса, я смогу быть еще максимально полезной. С удовольствием отвечу. Пока вы пишете, расскажу о том, чем лично я могу быть вам полезной. Я работаю в нескольких форматах. Это лайтовые программы консалтинга и пролонгированное сопровождение. Разовую консультацию провожу бесплатно. Если постучитесь ко мне в фейсбуке, в соцсетях, в мессенджерах с пометкой «Retail.ru», с удовольствием в ближайшие две недели поработаю с вами, с вашим бизнесом. И есть пролонгированный экспресс-аудит и сопровождение. Работаю под задачу, работаю на результат. Кроме того, готова помочь с оценкой текущего состояния команды и потенциал ее развития. Если интересно, пишите «Команда» в мессенджере. Можем пообщаться на эту тему. Есть ли вопросы? Хотела обратиться к вам еще с просьбой принять участие в нашем опросе, с какими сложностями и проблемами сталкивается ваш бизнес в настоящий момент. Я вот ссылочку на опрос кину. Буду очень благодарна, если ответите. Мы с удовольствием с порталом retail.ru поделимся. На слайде «Мои контакты», указан телефон, который является мессенджером, указан сайт «Центра Максимум», социальные сети, в которых вы меня сможете по фамилии найти. Есть ли какие-то вопросы? Появились ли какие-то идеи для вас и вашего бизнеса? Да, согласна, что вот дата драйвен. Я вот на данный момент погрузилась в изучение этого подхода. Очень много техник. Мне нравится смотреть опыт зарубежных коллег, экспериментировать со своими клиентами. Мы тоже запустили как раз по этой схеме, которую подсмотрели у командора по персональным предложениям и коммуникациям с одним из супермаркетов. Делаем предложения, персональные предложения анализируем. И сейчас в работе несколько проектов по оценке торговых команд, в том числе оптовых, по 5F. Кто в России помогает с дата... Знаете, я думаю, что... Я посоветую тех людей, в результате которых, я уверена, это Гульфира Крок. На мой взгляд, она отлично работает с базами данных. Вот то, что я видела и как мы с ней общались в проектах, она мне очень помогла. Да, вот я думаю, что Гульфира Крок сможет помочь. Возможно, есть кто-то еще. Нужно посмотреть, какая у вас задача, Галина. Возможно, Сергей Илюха тоже работает в этом подходе, потому что он активно работает с цифрами. А, нужны же программные решения. Тогда смотрите, тогда я порекомендую варианты, которые может предложить... Возможно, 1С. Возможно, я не знаю, что есть 1С. Это первый вариант, который возник. Мне клиенты, мне мои партнеры из 1С помогали с этой историей для мелких клиентов. Я знаю, что у Сергея Илюхи есть программный продукт, который помогает это решать. Мы с ним выступали на Prodexpan. Он как раз про него немного рассказывал. То, что я видела и то, с чем я ознакомилась, мне показалось, что это ценная история. Кроме того, у Сергея большая экспертиза в управлении ассортиментом. Мы с ним с пар коллеги. Мы в одно время работали в спарах, он в Туле, я в Пензе. Поэтому вот его могу рекомендовать. То есть показатели Тула всегда были флагманскими. И подход Сергея к управлению ассортиментом за счет аналитики мне всегда импонировал. Вот Сергея Илюху могу порекомендовать. Вообще рекомендую читать и слушать вебинары, которые retail.ro организует и другие профессиональные сообщества. Сейчас очень много информации, которую здорово бы переработать в профессиональном сообществе. И наличие профессионального сообщества для нас, для ритейлеров, онлайн сообщество очень важно. Если есть какие-то еще вопросы, можете написать сейчас, либо в личку пишите. С удовольствием отвечу на них. Потому что знаю, что, как правило, после вебинаров появляется список идей, с которыми нужно переспать. И обсудить с коллегами, вдумать, посмотреть на свои цифры. Я благодарна вам, что вы выделили время, что вы подключились и включились в работу. Мне очень приятно видеть вас. Я очень надеюсь, что запись вебинара будет также полезна. И большое спасибо retail.ru за возможность быть на острие атаки, быть вам полезной. Спасибо вам. Всем желаю здоровья и вдохновения. Удачи вам.